Давайте мы откроем Евангелие Теана 12, 28 Отче, прославь имя Твое Тогда пришел с неба голос Прославил и еще прославлю Народ стоявший, слышавший, кто говорил Это гром, другие говорили Ангел с неба говорил ему Иисус сказал, это не для меня глаз был А для народа Знаете, я верю Что есть только одно имя Во вселенной Которое достойно того, чтобы мы его прославляли И это имя Иисуса Христа Потому что именно Иисус Вообще обеспечил то, что мы сейчас живы Библия говорит, что через Иисуса Через Него Была сотворена вся вселенная Мы Ним живем Мы Ним движемся И мы Ним существуем Мы должны научиться прославлять Бога Своей жизнью Своими поступками И, конечно же, своими устами Когда мы собираемся в церкви Мы тратим определенное время Чтобы сказать Богу славу Это не пустые слова Это должен быть порыв твоего сердца Твое сердце должно быть переполнено благодарностью За то, что ты спасен За то, что ты исцелен За то, что ты благословлен За то, что ты живешь в нормальной стране В нормальном городе Амэн Ты должен славить Бога Ты должен славить Бога И Его имя на этой земле Должно быть прославлено Кем? Церковью Церковью Нет имени другого Под небом Через которое Надлежало бы людям спастись Есть только одно имя, братья и сестры Это имя Иисус Амэн Иисус Знаете, в первых главах Библии Рассказывается интересная история Мы знаем ее как Вавилонскую башню Эта история звучит, как называется Вавилонская башня Библия говорит, что у всех людей в то время Был один язык и одно наречие Все люди разговаривали на одном языке Как вы думаете, на каком? Несмотря кого спросить Если, допустим, спросить Коломойского Он скажет, что на еврейском Если Тегнебока Он скажет, что на украинском Коммунисты, конечно, скажут, что все разговаривали на русском У каждого спросить можно Понятно, что если не спросить армян То они точно скажут, что все разговаривали на армянском языке В этом и есть какая-то Доля правды Потому что Ковчег-то там На Аурарате остановился Поэтому, скорее всего, что вот Где-то в каждом из нас живет маленький армянин Да И вот люди Они Решили Прежде чем мы разойдемся по всей земле Давайте построим башню до небес И дальше написано И сделаем себе имя Себе имя Люди гордые У людей есть гордость И каждый человек Он хочет, чтобы его признали Чтобы с ним считались Где заканчивается человеческое достоинство И где начинается гордость Тонкая грань Не всегда поймешь И вот они начали строить башню Знаете, ради гордости Люди бывают очень активными Они бывают такими активными И они строили, строили, строили И написано, Бог сошел посмотреть Что там вообще происходит И он сошел, посмотрел И увидел Что они настолько быстро все Качественно, ярко строят Что сам Бог сказал Если их не остановить Вот они что захотели То и сделают И они построят башню до неба Для меня это тайна сегодня Как? Без кранов, без вертолетов Без самолетов Без строительных смесей Без цемента Для меня это тайна Но, тем не менее Это факт Если бы их не остановили Они бы построили башню До неба Где небо начинается Я не знаю, где оно начинается Ну, где-то там за облаками И вот Бог сошел туда И он увидел Что люди Строят, 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 строят Себе имя, чтобы сделать Себе имя Они хотели Себя прославить Себя прославить И Библия говорит Что Бог Завершил чудо Это не очень хорошее было чудо Он смешал их языки И они Перестали Друг друга понимать Еще вчера утром Все Разговаривали на армянском Ара, ара, ара На следующее утро Человек с ним разговаривает А он ему отвечает По-грузински Камарджоба Тот говорит Ара, ты че? Он говорит Все нормально Я по-другому разговариваю Англичане появились Ладно, англичане Эти языки-то еще Куда не шло Вот вы вот эти Послушайте языки Корейские Корейские Они вот так разговаривают Это вообще Есть такие языки Что просто Я вот В Африке Был Еще позавчера Вот И Они нормально Когда англичане Представят Нормально Когда они переходят На тумба-юмба Это просто Финиш Представьте себе В одно утро Все проснулись И все разговаривают Никто друг друга Понять не может Ладно еще там Два разных человека А когда Муж с женой Проснулись утром Да Она чисто на японском А он До сих пор армянин Ужас Никто друг друга не понимает Чаю дай Он ей говорит На японском На армянском Она ему на японском Отвечает No understand Или как знаете Русские в аэропортах Говорят Мне Нужен Билет То есть они думают Что если они будут Говорить четко Отделяя фразу От фразы То вдруг Англичанин поймет Русский Вдруг в семье Непонимание В семье Непонимание В семье Кому с женой Друг друга Не понимают Жена ему говорит Я тебя не понимаю Что ты хочешь вообще Я тебя не понимаю Дети перестали понимать Родители 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 Им что-то говорят Говорят Сынок Надо вот так И так Она говорит Мама Я вообще тебя не понимаю А я тебе скажу честно Ты вообще меня не понимаешь Тебе меня не понять Вы старики Тупые уже Все Понимание Закончилось Закончилось Понимание Люди Не могут Договориться Ой Ой Самое страшное Когда люди Не могут Договориться Самое великое Счастье Это когда люди Договора Подписывают Когда не умеют договориться Когда люди не умеют договориться В семье не договорились, с детьми не договорились С работой не договорились В церковь пришли, тут ни до чего не договорились Или договорились уже до чего-то Не могут договориться Не могут договориться Вон Минский формат Минский формат Название-то какое, а? Минский формат. Минская четверка. Четверка. А вот как не называй? А если договориться люди не могут? Вот и все, проблема. Они там договариваются, а с начала года куча людей уже погибла. Не знаю, сколько там, 200-300 человек уже. Погибла просто. И продолжают гибнуть. Продолжают гибнуть. Пастор вчера на молитве в Киеве, Демидович, говорит, зашли в комнату, вот там маму взорвало бомбой, мозги вот так по всей комнате разлетелись, дети зашли, а там запах. Знаете, как кровь пахнет, да? Это страшные вещи. Саня, ну не кричи ты. Не выдавай себя. Запах смерти. Люди не могут договориться. А люди не могут договориться. В то время, когда люди не могут договориться. В то время, когда люди не могут договориться. Люди гибнут. У людей проблемы. Понимаете, люди друг друга не понимают. не понимают, не понимают. Почему Бог смешал им языки? Почему люди перестают друг друга понимать? Потому что каждый хочет сделать себе имя. Вот я знаю, для чего я на этой земле. Я для того, чтобы делать имя Иисусу Христу. Но знаете, есть такое искушение, когда ты долгое время делаешь Иисусу Христу имя, хочется и себе что-нибудь чуть-чуть сделать. Знаете, где-то сбоку какое-то такое маленькое имя. Иисус Христос и-ка. Еще себе там где-то приделать какое-то имя, знаете, приделать. И вот понимание заканчивается. Понимание заканчивается. Способность договориться заканчивается. Там, где пересекаются два гордых человека. Когда два человека не могут договориться, в чем проблема? Гордость. Гордость. Есть родительская гордость. Есть юношеская гордость. Есть гордость мужа. Есть женская гордость. Есть политическая гордость. Есть украинская гордость. Как по-украински достоинство? Гидность. Гидность. Есть русская гордыня. Да. Есть армянская гордыня. Мы армяны, такой народ, знаешь, да. У каждого народа есть. Почему люди не могут? Почему войны? Почему люди перестают? Ведь лучше же договориться, чем убивать друг друга. Лучше же договориться, чем резать друг друга. Договориться же лучше. Вы знаете, за что я евреев уважаю? Они договариваются со всеми. Они умеют договариваться. Знаете, за тысячелетнюю историю Бог многим евреям показал, что им не надо быть гордыми. Смиренным Бог дает благодать. И это благодать, благодать договариваться. Аминь. Договариваться. И вот они хотели сделать себе имя. Не Богу имя сделать. За то, что Он их спас. За то, что Он землю им дал. Они не сделали памятник. И назвали его памятник Отца Небесного. Они хотели сделать памятник Вавилону. Себе памятник. Себе. Перестали друг друга понимать. Там, где люди стараются поднять свое имя, там всегда заканчивается понимание. Там всегда заканчивается разумение. Люди перестают друг друга понимать. Смиренным Бог дает благодать. И благодать – это умение договориться везде. Аминь. И Бог хочет тебе дать благодать. Чтобы ты умел договариваться. Пастор, можно все вопросы решить? Послушай меня. Можно все вопросы решить. Я говорю, можно все вопросы решить. Тупиков нет. Тупиков не бывает. Тупики в головах тупых людей. В жизни все можно решить. Самые безысходные ситуации. Все можно решить, я говорю. Потому что Бог, когда ты смиряешься и хочешь Его прославить, Он приходит сам к тебе с решением. И они перестали друг друга понимать. И они разделились. И они пошли в разные стороны. В разные стороны. Очень часто люди разделяются на земле. Семьи разделяются. Люди в церкви разделяются. Вы там сидите? Мы тут сядем. Люди переходят на другую сторону улицы, когда кого-то видят. Не хотим общаться. Не хотим разговаривать. Разделение. Из-за чего? Из-за гордости. Из-за высокомерия. Иисус пришел, и Он хотел прославить имя Отца. Мы на этой земле должны прославить имя Иисуса. Наша цель одна. Чтобы на этой земле прославился наш Господь Иисус Христос. Все, что не делаете, делайте во славу Божью. Что не делаешь? Делай для того, чтобы Господь прославился. Поймите, гордыня есть у всех. Мы все люди с гордостью. Ни в коем случае. Мы не должны сказать, вот эти плохие люди, эти хорошие. Все люди на земле одинаковые. У каждого есть своя порция гордыни. Но если нация, страна, они начинают жить, чтобы прославить Бога, Бог эту страну благословляет. Если люди живут, чтобы прославить себя. Знаете, вчера молитва была в Киеве. И тут политик какой-то вышел и говорит, слава Украине. И весь зал кричит, слава Иисусу Христу. Весь зал кричит, слава Иисусу Христу. Понимаете, до тех пор, пока будет слава Украине. Пока мы не будем друг друга понимать. Пока у нас не будет вообще взаимоотношений. Мы призваны на земле прославить одно имя. Возвеличить одну личность. Был Саул. Знаете, Бог его избрал, помазал. Откуда избрал? Снизу. Снизу. Он был пастух ослов. Пастух ослов. Это даже не коров. Смотрите, пастух коров как-то солиднее звучит, да? Чем пастух ослов. Это страшное. Говорят, что нет ничего хуже в жизни, когда осел орет. Когда осел орет, это страшное. Вообще, люди не могут... Он паста слов. Это его должность была такая, да? И Бог его взял, выбрал. Аллилуйя. Знаете, для Бога нет ничего невозможно. Он может выбрать самого маленького человека. Маленького-маленького. Он может тебя выбрать. Ты на себя смотришь, и ты что, я могу? Кто я? Что я? Кто я? Этот... Возьмите, возьмите, это вам этот... Порошенко звонит, там конфеты завезли новые. Маленький человек, маленький человек, он в руках Божьих может стать великим. Бог может изменить каждого. Бог может действовать через каждого. Для Бога нет ничего невозможного. Я хочу тебе сказать, ты в планах Божьих. Бог тебя призвал. Для тебя у Бога есть судьба. Для тебя у Бога есть предназначение. Бог тебя любит. Бог имеет для тебя план. Аминь. Он выбрал этого человека. И этот человек, он в самом начале понимал, что он маленький человек. Что он ничего не может. Что для него вообще все сложно. Вы знаете, даже самый маленький человек с Богом, он очень многое может. Не думай, что ты ничего не можешь. Если Бог пришел в твою жизнь, ты можешь многое. Многое может твоя молитва. Ты своей молитвой можешь страну изменить. И не думай, что ты маленький человек. Слышишь меня? У нас есть этот комплекс меньшовартости. Комплекс меньшовартости. Ну мы, понимаете, мы же живем в маленьком городе. Маленькие люди. Маленькая зарплата. Маленькая квартира. Все маленькое. Даже телевизор маленький был. Сейчас большой купил, уже был маленький. Маленький человек. Вот это мышление маленького человека. Ты с Богом. Это самое главное. Бог маленького человека может использовать. И Бог взял этого маленького Саула, маленького человека, ничего не стоящего. Взял этого человека. Пусть это уроком для тебя будет. Прилепись к Богу. Уцепись за Бога. Держись за Бога. Держись за Бога. И Бог начал через него творить чудеса. Он победил всех врагов. С Богом мы окажем силу. Нет ни одного врага. Еще не родился такой, который бы мог состязаться с Богом. Никто с Богом не может состязаться. С тобой? Да. С Богом? Нет. Он победил всех врагов. С Богом. Не со слава Украине. С Богом. Он определил границы государства. Четкие, четкие границы. Саул определил четкие границы государства. Он столбы везде поставил. Потом он взял всех экстрасенсов, гадалок, гороскопщиков, этих всех до кофейной гущи, яйцевыкатывателей всех. Взял всех, собрал. Как Сталин татар вывез. Куда-то там он вывез с Крыма. Вот так Саул собрал их всех в вагоны и вывез их из страны. Да. Почему? Потому что Бог хотел царствовать в Израиле. Он хотел через этот маленький народ, маленьких людей, показать, какой он великий. Аминь. Да он и показывает. Если вы Нобелевские премии посмотрите, там все евреи. Там украинцев нету. Или один какой-то затерялся там, затесался как-то, нечаянно. Потому что люди смиренные. Смиренным Бог дает благодать. Благодать. И вот Саул очертил границы, выгнал всех колдунов, установил государство. Появилось государство Израиль. Первое государство Израиль появилось. Первый президент государства. Вся слава Богу. И он, вся слава Богу, вся слава Богу. Да надо, наверное, себе памятник поставить. Знаете, вот почему нету у нас в стране нормальной жизни? Знаете, почему? Потому что Блок Юлии Тимошенко. Блок Петра Порошенко. Блок Олега Лешко. Понимаете? Когда люди пытаются везде пропихнуть свое имя, никогда мира не будет, всегда будет разделение. Всегда будет разделение. Вот если бы кто-то решил, что ему нужно пропихнуть имя Иисуса, тогда бы наоборот все было. Тогда бы началось восстановление. Знаете, это касается страны. Но это касается и всего того, чего мы делаем. Это касается домашней группы. Это касается прославления. Это касается наших сотников, лидеров. Это касается всех сфер жизни. Там, где человек пропихивает себя, там начинается разделение. Там, где человек пропихивает Иисуса, там начинается пробуждение. Аминь. И он решил себе памятник поставить. Он просто решил, что он много уже сделал. Уже много всего совершил. Уже много чудес сделал. Много разных достижений у него произошло. И он решил, думает, что сейчас там служение. Вот, допустим, назовем это служение Александра Москалева. А что, звучит. Служение Александра Москалева. Ну, чтобы люди не попутались с чем-то другим, правильно? Допустим, со служением Тамары Савиной не попутали. Вот просто сделаем отдельное служение. Все. И назовем его одноименным именем. И тут, как только он себе начал там памятники ставить, все, тут Давид появился. Давид. Мы всегда про Давида только хорошее говорим. Потому что Давид, он классный парень. Все. Но, знаете, вот у Давида, у него тоже было какое-то патологическое стремление на земле сделать себе имя. Там даже написано в Библии. И сделал себе Давид имя. Вот, знаете, есть такая патология у людей. Им так хочется себе имя сделать. Так хочется имя сделать. И все. Начался конфликт. Саул начал гоняться за Давида. Потому что там, где люди пытаются себя делать, там всегда будет конфликт. Давайте делать имя Иисусу Христу. Давайте делать имя Иисусу. Два гордых человека, они не могут жить в одном месте. Два гордых человека всегда разойдутся. Вот почему гордые люди, они ни с кем не уживаются. Начался конфликт. Началась война. Там тетки кричали. Саул победил тысячи. А Давид? Десятки тысяч, Давид говорит. Вот так вот. Вот так вот. Поняли? Ха-ха! Хо-хо-хо-хо! Вот так вот. А у меня десятки тысяч. А-а-а! Так ты более крутой. Ну, конечно. Мое имя, оно уже круче, чем имя Саула. И тут началось. Тут началась война. Мы говорим, Саул завидовал. Знаете, там, где гордость, там вообще все остальные пороки. Алло, вы здесь или нет? Там, где гордость всплывает, там вся зараза вылазит. Понимаете? Вся зараза вылазит. Мы так разваливаем. Вот такой Давид хороший, такой Давид хороший. Не надо делать себе имя. Сделал себе имя. И все пошло не так. Все начало разрушаться. Все начало разваливаться. Все начало сыпаться. Давид чуть не потерял все. А что там не потерял? Он детей четверо потерял. Четверо детей потерял. Из-за желания сделать себе имя. Знаете, друзья, гордыня – это причина всех наших бед, всех наших проблем. Смирение – это причина всех наших благословений. Что такое смирение? Я живу, чтобы одно имя прославилось. Если это имя надо прославить страданиями, я буду страдать. Если это имя надо прославить смертью, слушайте, ради человеческого имени никто на смерть не пойдет. Ради имени Иисуса. Миллионы шли на смерть. Эта земля, она напоена кровью мучеников, которые отдавали свои жизни за имя Иисуса Христа. Сейчас они в раю. Сейчас они за Господа. Сейчас они царствуют. Понимаете, есть только одно имя, которое на этой земле мы должны прославить. И вот Саул объявил травлю Давиду. Травлю. Он послал целую армию, чтобы они его поймали. Там, где имя человеческое, там всегда будет травля. Там, где имя Иисуса, там травли не будет. Потому что имя Иисуса – это самое великое имя. Самое могущественное имя. И за Давидом Саул послал целую армию людей. Они побежали за ним. И Давид бежал от Саула. Куда бежал? Куда бежал? Куда бежал? Он прибежал в безымянный сонм пророков. Безымянный. Там не было имени никакого. Там не был Министрия. Министрия о Сэмуэл. Служение пророка Саула. Профит Сэмуэл. Там не было служения пророка Саула. Там не было служения какого-то человека. Там была просто толпа людей. Которые знаете, чем занимались? Они ходили по Израилю. И пели Богу славу. Просто славили Бога. Славили Бога. Славили Бога. Славили Бога. Славили Бога. Славили Бога. И там, в этом месте, имя Бога было прославлено. Слушайте, давайте не будем прославлять церковь новое поколение. Давайте не будем прославлять себя, пастыря, певцов наших, музыкантов. Знаете, иногда даже люди приглашают кого-то в церковь, говорят, пойдем к нам. У нас тут такая детская площадка хорошая. А, говорит, в церкви такие туалеты красивые, уже некрасивые. Пойдем к нам. Давайте Иисуса прославлять. Здесь есть Иисус. Он один достоин славы. Он один достоин чести. И вот Давид бежит, убегает. Куда убегает? Библия говорит, имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник. И в безопасности. Имя пастора Андрея не крепкая башня. Такой шалашик. Понимаешь? Шалашик такой, соломенный. А имя Господа это крепкая башня. Если ты своей жизнью решил славить Бога, ты там вскрыт в этой башне. Написанный праведник в безопасности. В имени Иисуса Христа ты в безопасности. В своем имени ты в опасности. Ты в опасности. Я говорю, ты на опасном пути. Если ты свое имя пиаришь, ты на опасном пути. Если ты себя проталкиваешь, ты на опасном пути. Если вы видите людей, которые себя проталкивают, это люди на опасном пути. Потому что в своем имени ты не скроешься. Твое имя, оно живо до каких-то определенных проблем. Вот почему мы видим большие служители. Они падают. Падают. И люди говорят, как? Люди не верят. Не может такого быть. Не должен человек падать. Все должно быть нормально. Там, где люди себя проталкивают, там рано или поздно будет падение. Но там, где имя Иисуса проталкивается, оно как крепкая башня. И знаете, Давид, он не спрятался в свое имя. Он забежал в сон пророков. Там, где прославлялось имя Божье. И там была атмосфера, в которой ты можешь спрятаться. Знаете, до тех пор, пока эта церковь будет славить Иисуса, здесь еще тысячи людей спрячутся. Здесь еще тысячи людей будут исцелены, освобождены. Конечно, есть искушение примазаться к Божьей славе. Да недостойны мы примазаться к Божьей славе. Знаете, когда один известный евангелист, Орел Робертс, делал университет в Америке. И стал вопрос, как назвать его. Это университет. И было два варианта. Первый вариант – университет Духа Святого. А второй вариант – университет Орела Робертса. Нет уже Орела Робертса. Есть имя его на этом университете. Но там проповедника уже почти не готовят. Он почти что превратился в светский университет. Так само, как и Гарвард, который тоже был проповедником. Так само, как и Принстон и все остальные. Это все люди были служители Божьи. Знаете, всегда хочется продвинуть свое имя. Но когда мы начинаем продвигать свое имя, тогда нас ждет разочарование. Когда мы начинаем продвигать имя Иисуса, там все произойдет. И Давид спрятался куда? В эту атмосферу. Знаете, братья и сестры, если мы здесь будем прославлять имя Иисуса, сюда еще миллионы людей придут. Миллионы. И они здесь спрячутся. Здесь наркоманы спрячутся от наркотиков. Алкоголики от алкоголя. Больные от рака здесь спрячутся. Аминь! Вы в это верите или нет? Если мы будем славить только одно имя, только одно имя, имя Иисуса Христа, здесь Бог будет продолжать творить чудеса. Он сказал, прославил. И еще прославлю. Братья и сестры, Он прославил имя свое. И еще прославит. Я говорю, еще прославит. Еще прославит. То, что мы видели, мы увидим в сто раз больше. Он прославит свое имя. И Давид забежал туда, в сон пророков. Встал в центре. Давид победил тысячи. Сол победил тысячи. Давид десятки тысяч. Слава человеческая. Как что? Цвет на траве. Припекло солнышко. Потом подул маленький ветерок. Цветочки скукошились, съежились, подсохли и улетели. Куда? Давид победил десятки тысяч. И вот он бежит. Куда? В имя Господа. Которое есть. Крепкая башня. И куда человек убегает? В безопасности. И он там спрятался. Спрятался. И там вокруг люди. Обычные люди. Поют песни. Славят Бога. Аллилуйя. Щикарана. О, Иисус Господь! И он спрятался. И смотрит, бежит. СБУ, прокуратура и полиция. Бегут. Бегут. Окружили сон пророков. Говорят, кто зайдет? Кто зайдет? Кто зайдет? Избучники говорят, ну мы главные. Давай мы зайдем. Может, Набу позовем? Зашли. И там Дух Святой на них сошел. И вдруг раз, он что-то хочет сказать. Вот. Сказать хочет что-то, да? Ну, на своем, СБУшном языке. Рот открывает, а там, шакара, махара, басоку, робоку. Он не может ничего сказать. Давид смотрит. Ну, что, арестовывать будешь? Он, шакара, бра, 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 бра. И написано, упал. И там начали пророчествовать что-то. Так говорит Господь. Давид будущий царь. Да? Саул звонит, говорит, ну что, арестовали? Арестовали? Он говорит, нет, что, так куда-то пропали эти. Наряд пропал. Послали наряд, он куда-то пропал. Где этот наряд? Уже в церкви этот наряд. У наряда другой подряд. Уже надо Иисуса славить. Аминь. Он в другую бригаду послал. Та же самая история. Зашли туда, где славится имя Иисуса. Не Самуила имя славится. Если бы там славилось имя Самуила. Ничего бы не помогло. Кто это? Самуил. Арестовать. За укрытие преступника. За укрытие преступника. Арестуйте его. Это вам имя Божье. Вторые вошли, упали. Саул потом говорит, слушай, Да я сейчас сам пойду. Сам пойду сейчас. Какие-то... Ничего нельзя поручить. Ничего нельзя приказать. Такие люди. Ничего нельзя поручить. Сам сейчас пойду. Пошел. Смотрит этот сон людей. Славят Бога. Славят Бога. Славят Бога. Он зашел туда. И написано, упал перед лицом Самуила. И лежал на полу и целый день пророчествовал. Целый день пророчествовал. Целый день пророчествовал. И говорит, отпустите меня. Теперь ладно, иди. Он вышел, пошел домой. Представил, идет и всю дорогу пророчествует. Не может остановиться. Пришел домой. С ним что-то разговаривает. А он... Не может остановиться. Пословица появилась. В Израиле появилась пословица. Не было пословицы такой. Появилась пословица. Саул во пророках у нас. Понимаете, что такое имя Бога? Это то, где можно спрятаться. Жизнь не простая штука, братья и сестры. В жизни может быть все. Я не пророчу бед. Я не пророчу никому проблем. Но люди, проживая жизнь, они сталкиваются с множеством трудностей. И многие из этих трудных вещей, они не умеют разрешить самостоятельно. Так вот, если ты уповал на себя, на свое имя, ты так и останешься в тупике. А если ты уповал на Господа, все решится. Все решится. Все решится. Знаете, это гордыня, с которой надо бороться. Это я, которое в себе надо уничтожать. Мы призваны на этой земле создать атмосферу Святого Духа. Хотя бы имя Иисуса изменило все. Будь то репсентр, будь то церковь, если там славится Иисус, Бог будет там действовать. Бог будет менять людей, исцелять людей. Бог будет нейтрализовать твоих врагов. Он будет врагов делать друзьями. Аминь. Еще одно место из Писания хочу прочитать. И мы помолимся. Помолимся. И мы помолимся. Луки 17,5 Сказали апостолы Господу Умножь в нас веру Знаете, для того, чтобы Бог действовал в твоей жизни Тебе нужна вера Ты должен быть верующий И апостолы сказали Господи, Господи Мы бы хотели иметь больше веры Больше веры Потому что если ты веришь Ты можешь передвинуть любую гору Так говорит Библия Знаете У людей У каждого человека есть какие-то трудности Сложности, проблемы Это можно изменить Да Как? Верой Если ты верующий Бог совершит чудо в твоей жизни Если ты не верующий Знаете, неверующих людей Даже врачи лечить не берутся Да Они смотрят на человека Разговаривают с ним Смотрят, какой у него настроение Давайте вы дома будете лучше Дома колитесь там Дома уколы делаете Ну то есть Умирайте потихоньку Почему? Почему? Когда в человеке нет веры Ему никто не поможет Знаешь, когда у человека есть вера Ему все помогут Да? Если ты борешься с болезнью И у тебя есть вера К тебе и люди придут И Бог придет И молиться все за тебя будут Почему? Они скажут Смотри, этот человек борется Да? Когда человек борется за семью Все будут помогать тебе Когда человек не борется Смирился Кто тебе будет помогать? Кому ты нужен? И Они сказали Умножь нас веру На что Иисус ответил Кто из вас Имея Раба пашущего Или пасущего По возвращению его с поля Скажет ему Пойди Скорее Садись За стол Напротив Не скажет ли ему Приготовь мне Поужинать И подпоясавшись Служи мне Пока я буду есть И пить А потом уже Ешь и пей сам Станет ли он Благодарить Раба? Станет ли он Благодарить раба? Скажешь Господь Ты даже Спасибо мне сказать не хочешь Станет ли он Благодарить раба? Не думаю Так и вы Когда Исполните Все повеленное Вами Говорите Мы рабы Ничего не стоящие Говорите Понимаете Не надо говорить Мы сделали Это Мы сделали Это Надо так говорить Говорите Мы рабы Ничего не стоящие Знаете Вот В таком состоянии К людям приходит Большая вера Когда ты становишься Рабом Богу Я подчиняю Свою жизнь Подчиняю Знаете Чем больше На твоей жизни Ответственности Тем больше Тебе нужен Бог Потому что ты реально Понимаешь Что ты сам Ничего не можешь Без Бога Ты не можешь Ни одного человека Ни исцелить Ни освободить Ты не можешь Ни одного человека Спасти Ты не можешь Ни одного человека К Богу привести Ты ничего не можешь Чем больше ты становишься, тем ты яснее понимаешь, что от тебя мало что зависит. Но ты должен научиться подчиняться Богу. Подчиняться Богу. Все можно сделать в жизни. Слушайте, братья и сестры, в жизни можно сделать все, подчиняя себя Ему. Почему? Мы должны стать рабами ничего не стоящее. Почему ничего не стоящее? Иисус откупил нас. Иисус заплатил за нас цену своей жизни, своей крови. Мы Его люди, мы выкупленные Ним. Мы рабы Его. И наша задача, чтобы на этой земле прославилось только одно имя. Имя Иисуса Христа. Имя Бога Богов, Царя Царей и Господа Господствующего. Знаете, давайте отречемся от всякой гордости. Давайте откажемся от всякого высокомерия и желания пропихнуть что-то свое. Давайте будем всячески стараться жить по воле Божьей. Это приносит в жизнь много благодати. Амэн. Это приносит атмосферу любви. Атмосферу мира, радости, устройства. Там, где гордыня, там всегда разделение. Там, где гордыня, там всегда непонимание. Там, где гордость. Там всегда люди конфликтуют. Там всегда у них проблемы в отношениях. Там всегда есть неустройство. И Библия говорит, и все плохое. Там, где гордость. Там, где смирение. Там Бог. Там, где имя Божье прославляется. Саул забежал в сон пророка. Он был полон злости, ненависти, желания отомстить, желания убить своего врага. Но в этой атмосфере славы Богу все это закончилось. Знаете, если мы прославляем Бога здесь, здесь прославляем Бога, в этой атмосфере Бог исцеляет, Бог спасает, Бог все меняет. Нам нужно прославить Его имя. Давайте мы закроем свои глаза. Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе.